привет с вами сферокар и сегодня мы сравним два самых популярных гибридных универсала от разных производителей toyota corolla филдер и honda shuttle в этом видео мы разберемся почему универсал как тип кузова имеет наибольшую популярность в россии разберем плюсы и минусы каждого из этих двух товарищей и вы решите для себя какой универсал более подходит под ваши потребности начнем с шаттла вообще эта модель появилась сперва на рынке как honda fit shuttle в дальнейшем уже с новым кузовом она потеряла приставку fit стало просто honda shuttle ну и дизайн у него реально яростно космический подсюда наверное название shuttle хотя не знаю это еще светов началось а еще когда-то давно была просто honda shuttle такой маленький квадрат некий дружочек очень интересный короче автомобиль ничего общего с этим он не имеет по дизайну это прям максимальный космос у него прям всеми своими чертами машина показывает динамику выглядит намного злее чем prius вот по боковой части и по задней она сильно напоминает honda airwave который выпускался чуть ранее и как японцы утверждают тоже он стал приемником этой машины приемником 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 не стал нет зазоров никаких в японских то и говорят друзья у вас на японских автомобилях зазор на дверях да нет это просто дверь не закрыл кто-то задняя часть у нас тоже выглядит очень сильно я не знаю я постоянно сравниваю вот honda что grace что shuttle сравниваю постоянно с bmw x6 но очень похоже стопари не нам ну мне пишут конечно что я чокнутый по этим параметрам ну реально но похоже в зависимости от комплектации шаттл может действительно выглядеть по разному здесь у нас неплохая комплектация есть легкий обвес литые диски и смотрится действительно машина более дерзкая в простой комплектации которая по беднее ну реально машина выглядит пустовато вот очень сильно это сказано салоне до салона мы дойдем чуть чуть позже но по визуалу реально я бы выбрал шаттл сейчас посмотрим филдер и так старая добрая corolla универсал получившая название филдер это у нас третье поколение рестайлинг на самом деле рестайлинг очень сильно изменил визуал стала более агрессивная более динамичная морда ну прям расплылись фары по передней части автомобиля вот этот как у нас говорит уважаемый сергей рыбий рот он стал визитной карточкой этого автомобиля в комплектациях повыше будут туманки вот будет литье посимпатичнее вообще просто будет литье да у нас вообще на штамповках машина реально с рестайлингом эта машина стала уже более современной ну и динамичной то есть ее можно сравнить с многими моделями посвежее потому что дорестайловый филдер реально выглядел ну туповато похож реально на корову какую-то которая ну прямо от потока ветра у нее прям расплющилась передняя часть не знает мое мнение вот но вот этот кузов он прям зашел верхних комплектациях у нас имеется кстати светодиодная подсветка здесь ее нету такая идет диодная линия по фаре как на шаттле у нас принципе представлена тоже кстати очень сильно меняет дизайн автомобиля поэтому если вы хотите чтобы автомобиль у вас выглядел красиво то есть вам важен не только практичность до хотят у нас универсал важен давай еще раз про корову скажу так же в зависимости от комплектации машина действительно выглядит по-разному даже если начинать с простого с колесных дисков до в этой комплектации у нас они штампованные с колпаками практично надежно для города нормально но если вы хотите выделяться берите налить я либо просто покупать простую комплектацию до представляете литые диски у нас так стать на авторынках делают все машина выглядит реально по-другому сразу же диодная подсветка фарах тоже многое значит для внешности автомобиля во всех комплектациях у нас повторители на ушах очень люблю кстати штуку раньше почему-то не ставили сейчас практически на все модели японцы ставят повторители ушах но это во первых удобно раньше у них стояли всегда вот такие вот штучки да где здесь лейба гибрид может быть это из-за лейба гибрид вы скажете некуда был поставить породник нет сейчас практически на все модели ставят вроде кушах его реально заметнее его видно и сзади и спереди с крыла убрали повторители по японии здесь у нас кстати говоря японец поставил такие штучки чтобы не корябать дверь по визуалу по задней части мы уже сравнивали у нас был обзор на филдер и по-моему сиенту сравнивали его с 500 с вами валивали его его по задней части в прошлом обзоре когда мы снимали филдер и сиенту вместе сравнивали его уже с 570 лексусом и мне кажется это самое точное сравнение потому что ну реально стопори заимствованы вот с этой модели точно такой же переход на крыло ну и опять же возьмем до рестайл и рестайл но это прям земля и небо ребята вот после того как я увидел рестайловую версию я на до рестайла вообще не смотрю то есть машина намного злее намного суровее но шаттл мне нравится больше итак друзья по визуалу на мой взгляд однозначно выиграет космический шаттл даже если не сравнивать разницу в комплектациях космос берется вспоминаем друзья что универсалы в первую очередь выбирают за практичность рассмотрим такой важный параметр как клиренс дорожный просвет ребята у шаттла он составляет 130 миллиметров то есть 13 сантиметров для города более чем достаточно для пересеченной местности ну допустим тоже но по внедорожью при езде там по каким-то ухабом все-таки будут проблемы вот свеса у него небольшие база длинная но 130 миллиметров возьмем корол друзья 155 на два с половиной сантиметра корола выше у нас чем шаттл поэтому по практичности по клиренсу автомобиль выигрывает множество любителей которые берут автомобиль да там для дачи для всего остального универсал же все-таки рассаду возить ребят я ни разу не видел шаттл на проставках но в востоке реально каждый третий филдер поднят проставками и прибавлять полтора два сантиметра еще к этому вы представляете такие персики прежде чем мы рассмотрим техническую базу давайте вообще разберемся нужна ли вам техническая база это aqua это fit все ладно шучу друзья все равно действительно машина сделана у нас на базе вышеперечисленных то есть филдер у нас прямиком это полностью такая техническая база как на toyota aqua toyota corolla axio та же самая принципе королу только в кузове универсал а здесь у нас fit самый простой самый любимый наш хэтчбэк на базе которого такие машины как honda grace honda везл и honda shuttle допустим джей там еще рядышком у него такой же мотор как увезла идет бывает четырех комплектаций технических основных базовых есть полтора литровый мотор l15 b полтора литра 132 лошадиные силы вариатор обычный бывает полный привод через кардан бывает переднеприводный и вторая основная база разделяющийся также на передний полный привод это мотор lgb полтора литра 110 лошадиных сил 22 киловатта гибридная установка по трансмиссии у нас здесь только на гибридных версиях стоит роботизированная коробка передач 7 ступенчатая не надо ничего переключать автомат делает все сам но по факту штука надежная не забываем что ее нужно калибровать раз там 10 15 тысяч километров чтобы зазор между диском и корзиной регулировала машина все вещь безотказная немножко надо к ней все-таки привыкнуть по мотору претензий нет никогда не было масло не жут ходят долго обслуживание недорогое лети оригинальной жидкости все больше никуда лезть не нужно я думаю что если вы берете машину с честным пробегом с аукциона ну или даже здесь ту машину про которую вы реально знаете все в каком состоянии она зашла сюда года три минимум вам вообще под капот лезть не надо будет только жидкости менять toyota corolla филдер мотор 1 nz fx е полтора литра 74 лошадиные силы гибридная установка 45 киловатт такая же повторюсь что ты раз как на аквей на аксио разница между техническими комплектациями вообще между наличием технические комплектации у honda и у тойоты в чем то что corolla аксио филдеров акв не бывает полноприводных гибридных есть полноприводная версия на моторе 1 nz у него идет сто три лошадиных силы не гибридная гибридных версиях только передний привод есть еще простая полторашечная версия 109 лошадиных сил она получила стоит вообще другой мотор 2 нр называется он ну и в принципе по нему тоже проблем нету он у нас идет ременный у него идет муфта витяй там трансмиссии идет обычный вариатор на всех тойотских гибридных автомобилях идет планетарная трансмиссия обслуживание недорогое никаких специальных устройств там специальных сервисов вам не нужно если вы до сих пор боитесь гибридов ребят смотрите наш канал у нас есть полный разбор аквы полный разбор honda то есть мы снимали батарейки реально замеряли каждую с разными пробегами специалисты гибрид сервиса все рассказываю что как делается и в обычных слоях вам этого в принципе не нужно делать моторы надежные гибридной установкой никого обслуживания не требует менять и жидкость здесь 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 все так же как и здесь я думаю что три года минимум вообще не будет власть капот заключительным отличием по технической части я бы назвал разницу в батарейках здесь у нас филдере стоит никель металл гидрид ребят заключение скажу про разницу в батарейках в короле у нас стоит никель металл гидрид в шаттле у нас стоит литий-ионная батарейка заморачиваться на этот счет не стоит обе надежные обе проверенные немножко по-разному себя ведут но ресурс что у той что у той примерно одинаковый в общем если говорить о технической базы и вспомнить что мы сравниваем все-таки два универсала тут решать вам в динамике вот этот автомобиль будет посильнее если вы не боитесь робота вам хватает 22 киловатта гибридной установки этой машине более чем хватает то для вас шаттл опять же будет на первом месте стереотип база проверенная проверенная годами уже на двадцатых приусах примерно то же самое шло никаких проблем с этими машинами не было пожалуйста 45 киловатт 74 лошадиные силы до машина немножко уступает динамике шаттлу но проблем также с ней не будет никогда ощутим изнутри что вас ждет салоне королы друзья то же самое что и в другой короле в аксио я постоянно сравнивать и машины потому что похоже но у филдера все-таки салон по интереснее на мой взгляд в акве он пустоват хотя блин не знаю может стереотип какой-то вроде тоже самое все да но как-то здесь все равно покомфортнее чувствуется у нас здесь пластику но пластик достаточно жесткий темный салон светлый потолок практически это стандартная схема для автомобилей такого класса в комплектациях по жирнее типа g wxb и аэротауэр у нас черный потолок черные стойки выглядят реально лучше и по комфорту как-то поощущается поинтереснее значит здесь у нас все просто у нас мультируль руль у нас кожаный сидение тряпочные думал грязюка это солнечный зайчик так вот значит у нас бардачки поскольку это самый практичный тойотский автомобиль один из самых практичных если у нас очень много различных всяких бардачков автодоводчики все просто бюджетненько но очень удобно самом деле нет здесь чего-то чего не хватает автомобиль на запускается с кнопки то есть ключи собой таскать не надо положил кнопочку в карман и все на здесь стандартно магнитола магнитола у нас пионерка розерия все запитаны на мультируль очень удобно информационное табло у нас здесь вот такая сноска уголок на спидометре где мы видим всю информацию по гибридной установки автомобиля то есть на чем работает какие двери открыты пробег и так далее экономию топлива вот климат-контроль здесь кнопочный на всех комплектациях он идет кнопочный по моему я не видел ни одного филдера на крутилках сижу сзади нормально удобно коленки ну да дотягиваются упирается но это по максимуму отодвинута назад сидушка то есть ну и при том что каких-то реальных дискомфорта я не учувствую то есть я не сижу вот так вот да как в старых грубо говоря короллах все со временем тоже такую тенденцию заметил что в свежих японских автомобилях вообще с этим проблем нету то есть даже в самых маленьких машинках сидя сзади всегда у пассажира но остается какое-то расстояние для коленок и кота лютого дискомфорта он не чувствует но если конечно вы там не по два места ростом не по два места ростом практичный универсал ребята сам простая комплектация и самая важная часть вот багажник на мой взгляд потому что но универсал не берут просто так объем багажника по цифрам 407 литров это вот такой сложный багажник в нем имеется шторка которая у нас до чтобы вам там пыльца от рассады не летела салон нагрузили рассады полный багажник все шторку задвинули пыльцы нет салоне нужна пыльца шторку открыли шторку можно снять кстати говоря есть вот такие дополнительные ящички под панельками панельки также вытаскиваются здесь у нас домкрат балоник чё по запаски запаски нету запаски нету но есть возможность для того чтобы и положить у нас здесь идет ремкомплект есть компрессор убираем шторку у нас раскладка багажник багажник раскладывается в общий пол и объем его 872 литра получается если у нас сложить задние спинки сидений посмотрите на этот салон это просто у ля ля какая-то не особо люблю коричневые цвета как здесь у нас представлен но блин посмотрите как он смотрится все четко при том что сочетание да не совсем стандартное черного салона основного цвета и вот этих коричневых деревянных ставок которая кстати говоря у honda это не пластикрашеные это деревяшки настоящие ну по моему джейде точно деревяшки сразу ощущается разница в объеме то есть шаттл ощутимо больше в салоне место прям предостаточно здесь вот такой мягкий джойстик который выполнен под цвет ключа в традиционных гибридных цветах honda ских то есть вот такая вы видите что это табличка honda на самом деле я даже сразу не замечал потому что ну в синий джойстик синий джойстик видите буквах и honda все если вы едете к примеру забыли на чем едете на филдере или на шаттле все посмотрели на селектор об а на хоне сегодня да значит зависимость от комплектации могут быть подогрева сидений раздельный климат-контроль в этой комплектации у нас есть все даже подогрев дворников вот заднего стекла все сенсорная классно выглядит стильно ну и прикольно до машина вы ближайшие все кнопочки пропадают по системам слежения за полосой курсовой устойчивостью выходом из всего остального предотвращением столкновений короче говоря здесь все есть здесь те же самые камеры у нас на лобовом стекле по опциям машины в принципе равны и если не брать визуал и собственное мнение то технически они реально идут рука об руку все что есть хонде есть в тойоте сзади сидеть также удобно коленки здесь не дотягиваются до передних сидений при том что передняя часть салона до на водительской сидушки у нас действительно меньше места чем в короле потому что максимально отодвинувшись назад я все-таки у меня ноги убирались педали но зато по максимуму отодвинутая сидушка передняя оставляет все равно запас 15 сантиметров до коленок моих а то есть можно даже немножко расслабиться растечься по сидушке у нас также есть подголовники можно их регулировать все пожалуйста и здесь три то есть три ремня безопасности машина рассчитана на пятерых человек также принципе как королла здесь это просто на заметочку есть вот такой маленький подлокотничек подстаканников сзади у нас в дверях то есть поэтому бутылки какие-то напитки можете ставить все таки но я бы вот здесь еще на самом деле сделал выдвижную такую штучку там с кармашком и подстаканником за что это реально нужная вещь салоне особенно если это универсал и вы его берете в основном для дальних поездок каких-то до что можно было загрузиться по максимуму набрать полную компанию всех друзей и так далее чтобы каждому было здесь комфортно ваша любимая статистика в цифрах багажник здесь 570 литров то время как у филдера всего 407 это при разложенных задних сиденьях то есть в обычном состоянии значительно больше правда также есть у нас здесь были на посмотрите опять же в два раза глубже у нас здесь ящик здесь нарисовано у нас что внутри лежит ремкомплект то есть гель и компрессор для колеса запаски также это автомобиль лишён и положить ее по факту некуда если филдере в этой комплектации у нас нет запаски но есть место под полноценное колесо здесь ее положить некуда реально только если багажник выбросить 570 литров объем багажника в хонде при разложенных задних сиденьях то есть в обычном его состоянии это на 164 литра до на 163 больше чем в короле это мы еще не раскладывали кстати говоря пока я разбирался с этой шторкой каркасный доктор называл не очень удобный нашел вот такую штуку которая разносит просто в дребезги и практически все что я сказал про нее потому что ребята из хонды позаботились о вас и сделали вот такой вот удобный пакетик куда она трансформируется здесь все нарисовано даже как ее нужно сложить чтобы она уместилась в этот пакетик и вы просто спокойно положили вот сюда в рундучок все место не занимает по салон не болтается классная штука honda проберу свои слова обратно про вот эту бандурину которая в короле и будет вас реально валяться в гараже вот эту штуковину вы можете возить всегда с собой вот такой удобной сумочке если вас достанет пыльца от рассады на рассаде же не бывает пыльцы ну в общем не важно чтобы не летел ничего с багажника шторку достали расстелили пожалуйста есть а кстати говоря вот такие кармашки блин вот это тоже классная штука пока еще я не придумал зачем они нужны но они есть это универсал разную рассаду чтобы они не перепылили друг другу пожалуйста помидорчики сюда положили перчики сюда мне кажется даже можно выращивать вот короче раскладываем сидушки не так удобно как в короле да у нас там вот такие ручки здесь приходится все-таки это делать салона залазь назад также раскладываться в ровный пол визуально даже места здесь больше чем в короле и объем багажника увеличивается с 570 до 1143 по моему или до 141 в общем реально огромный багажник помимо этого здесь вот этот проем сам дверной тоже больше поэтому если вы возите холодильники любите honda пожалуйста шаттл ваш вариант посмотрим как ведет себя шаттл на дороге у нас сегодня потрясающие условия нам выделили целый гоночный трек не хватает шумоизоляции да при том что мы на нормальном асфальте едем сейчас но все равно я слышу практически все вот эти вот трещинки в асфальте ощущается я бы добавил машина блин ну хочется сказать мягкая мягкая но не в меру такая жестковатая для города отличный вариант в принципе все как и на фитах вот нет у нас недовольных клиентов из тех кто уже купил машину и прям плюется от робота все привыкают и опять же это японский японский механизм здесь все рассчитано потому что были проблемы с дилерскими королами я знаю у которых робота отъезжал то есть меняли сцепление там каждые 15 тысяч километров вот здесь все надежно я думаю там до 150 тысяч туда тоже залазить не будете не забывать калибровать в общем достаточно комфортный универсал коренок никаких нету едет спокойненько по ускорению до для полтора литра более чем достаточно 22 киловатта у нас еще придают крутящего момента для такой машины резко входит в поворот и у нас не дергается ничего не ведет хорошая машина для города подойдет что я могу сказать про управление филдером не перестаю называть его королой королы королы ребята старая добрая корола сразу ощущается что намного меньше места в салоне то есть если в шаттле все как-то побольше помасштабнее сидишь там комфортный прям управляешь объемом можно сказать здесь как-то все компактненько но уютно уютно также уютно корола мягче идет шумоизоляции я бы не сказал что есть намного больше примерно столько же также не хватает этому автомобилю на мой взгляд но будет сегмент универсалов выбираем за практичность вот поэтому достаточно будет но динамики уступает уступает ребята значительно многие кстати говоря пишут что им не хватает динамики на гибридных филдерах да на аквах и на всем остальном ну не знаю для города опять же более чем достаточно моя любимая фраза вот но если сравнить шаттлом да то машина разгоняется конечно-то побыстрее целом удобный удобный нормальный автомобиль есть запас мощности можно притопить мягко очень разгоняется то есть не как робот для нас на шаттле без всяких рывков как вы нажимаете на газ так машины едет по управлению вот этой машиной она мне нравится больше вальяжник ребята ну и что по ценам у нас значит шаттл гибридной версии стартует от 800 1850 это за самые простые варианты в бюджетной комплектации если вы хотите машину как у нас чтобы у вас был уже обвесик туманки кожный салон и так далее но будьте готовы на старт 850 900 тысяч рублей за хороший автомобиль если вы хотите полный привод все таки это практичный универсал и многие хотят полноприводный шаттл но 950 до миллиона рублей они стартуют есть еще не гибридные версии они мало интересны кому очень редко продаются очень редко привозим их я даже не помню вообще привозили мы хоть раз не гибридный автомобиль по ценам у них примерно такой же старт 800 850 тысяч рублей в зависимости от привода передний либо полный но большинство пользователей выбирает именно гибридный шаттл что у нас пока роли 600 тысяч рублей это старт за самые простые варианты это простая комплектация у нас будет полтора литра передний привод не гибрид если вы хотите полноприводный то 750 800 тысяч рублей будет стоить хороший автомобиль самый бюджетный видовый можно купить также около 700 тысяч рублей вот ну и гибридные самые популярные самые интересные версии начинаются от 750 тысяч рублей также если вы хотите g готовьте 800 плюс и самая топовая комплектация wxb в гибридной версии будет стоить минимум 850 тысяч рублей привозили варианты и около миллиона машины стоит это с минимальным пробегом с оценкой там четыре с половиной балла вообще просто конфетки ну и подведем итоги нашего сегодняшнего обзора сегодняшнего сравнения двух самых популярных японских универсалов на гибридном моторе лично по моему мнению в сегодняшнем обзоре вы заметили что конечно лидировал у нас практически по всем показательно по всем испытаниям лидировал шаттл машина больше машина красивее объективно красивее то есть и даже клиенты наши выбирают шаттл в первую очередь из-за внешности вот у него немножко по замороченной технологии техническая база от фита многие конечно не рассматривают шаттл к приобретению именно из-за роботизированной коробки передач ребята не стоит ее бояться но все-таки действительно к ней надо привыкать и этого не отнять у нее вот поэтому на мой взгляд шаттл здесь лидирует если вы цените универсал а универсал все-таки выбирают из-за практичности цените именно практичность надежность и проверенную временем технологию то ваш выбор ребята это корола корола филдер она немножко уступает у нас в объеме единственная между в объеме салона до багажника в частности если мы говорим об универсале вот у нас попроще здесь салон у нас обычный селектор попроще материалы даже самых интересных комплектациях все равно она будет попроще попривычнее чем шаттл ребята не забывайте что это только два из массы универсалов массы популярных универсалов но все-таки это лидеры по продажам именно по нашей статистике да и вообще наверное по продажам с японских рынков которые машины идут в россию вот но если помимо практичности от универсала вам также нужны эмоции вы любите дерзкий дизайн хотите выделяться из толпы и получать просто действительно настоящие эмоции от вождения рассматривайте такие универсалы как subaru льворк который бывает 1.6 170 лошадиных сил и 2 литра на 300 лошадей ребята это просто космос хоть сегодня у нас и шаттл космос но льворк ребята такая штука рядом с ним я поставил джейд если вас устраивает шестиместный салон там немножко интересная у нас компоновка по сиденьям база практически такая же как у шаттла чуть-чуть поинтереснее там отвезлила скорее всего и есть джейд рэс джейд рэс полтора литра turbo очень интересный вариант выбирайте ребята опишите какие универсалы более подходят под ваши потребности и вообще ближе вашему сердечку будет интересно почитать комментарии если еще не подписаны подписывайтесь на наш канал ставьте лайки до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля